Мы смотрим бредни перевернутых армян Шахназарова, Багдасарова, Карина Геваркиан и подобных антиармянских российских пропагандистов, которые просто-напросто представляют из себя антиармянство. Они антиармяне до мозга костей. Сегодня мы все платим за все это, чтобы мы слушали их адресованные нам оскорбления. Это единственная в мире страна, в которой происходит подобное. Даже в такой стране, как Казахстан, такое осуществляется не на государственном уровне. Эти телекомпании не только не вещают посредством общественного мультиплекса, а даже в интернет-пространстве было запрещено вещание российских компаний. В такой стране, как Казахстан, я уже не говорю о других странах, в Грузии, в Прибалтике, в Молдове. Естественно, в Украине. На всех интернет-площадках, в кабельных телекомпаниях они запрещены. Это российская пропаганда, эти отбросы не поступают в дома. В конце концов, мы сегодня также говорим, почему эта площадь не заполнена многими тысячами. Одной из причин этого является именно это. Вдобавок к тому, что я уже отметил, внутренняя пятая колонна, российская агентура внутри Армении, которые сегодня составляют власть, к ним прибавляется еще эта российская фашистская пропаганда. И, само собой, народ вводится в заблуждение. Молva ручам мете Хайтнахом.